ДОНОР ДОНОР Погода, изменившая ход истории. Донора, штат Пенсильвания. Небольшой городок в 45 километрах к югу от Питтсбурга. Когда-то он был важным звеном американской промышленности. ДОНОР Тысячи тонн, производимых здесь стали и цинка, дали стране технику, необходимую для участия во Второй мировой, а после войны стали залогом экономического роста. Америка еще не видела подобного расцвета. Однако за все надо платить. В 1948 году расплачиваться пришлось именно жителям Доноры. В октябре того года в Пенсильвании сложились странные погодные условия, ставшие причиной одной из самых страшных экологических катастроф в истории страны. На протяжении десятков лет истинная суть событий оставалась тайной. Девра Дэвис, специалист по вопросам экологии, вот уже много лет пытается выяснить правду. Вот главная улица Доноры. Здесь происходили все основные события. Собирались люди. Тут располагались магазины, бары. В городке царила оживленная атмосфера. Не то, что сейчас. Над городом возвышались три сталипрокатных и цинковых завода. Предприятия были сердцем города. Без них никакой Доноры не существовало бы. Большинство горожан либо работали на заводах, либо обслуживали их. Промышленность вдыхала жизнь в городок. Залог индустриального успеха заключался в том, что Донора стоит на реке Манангахила. Именно от ее вод зависела местная промышленность. Для производства стали нужно много воды. Здесь ее предостаточно. Расположение города сделало его богатым. Однако из-за крутых склонов долины на ее дне часто залегал густой туман. В 1948 году именно он стал причиной трагедии. Такие туманы представляют собой облака, которые формируются на уровне земли. Ясной ночью земля испускает тепло, которое поднимается вверх. Внизу же воздух становится холоднее и холоднее. В долине он скапливается на дне. Когда влажный воздух от реки поднимается и встречается с холодным, влага конденсируется вокруг крошечных частиц. Так возникает водяная взвесь. Когда такой взвеси много, она становится туманом. В воздухе Доноры было множество частиц, вокруг которых конденсировалась вода. К туманам здесь давно привыкли. Когда эта мгла смешивается с загрязнением, возникает смог. Туман и смог – довольно странные и жуткие феномены. Они представляют собой крошечные капельки воды, повисшие в воздухе. В такой лаборатории воссоздать туман очень сложно, поэтому мы воспользуемся дымовой установкой. В 40-х годах 20-го века в таких городах, как Донора, туман смешивался с едким дымом заводов, превращаясь в ядовитый смог. 27 октября 1948 года город проснулся в удушливом смоге. Ничего нового. Тогда никто не посчитал туман чем-то необычным. Сначала жители приняли его за обычный густой смог. Прохожие не различали своих ног, но все давно привыкли к этому. Однако к концу дня стало понятно – что-то не так. Смог не развеялся, не исчез. На следующее утро душное покрывало по-прежнему укутывало город. Обычно так долго это не затягивалось. Вскоре жители почувствовали влияние смога. Горели уличные фонари. Они не выключались автоматически, как обычно. В плотной серой пелене машины едва ползли по городу. Некоторые даже не могли найти дорогу домой. Им приходилось просить о помощи. Обычно смог рассеивался под дождем или ветром. Но только не в этот раз. Время идет, и удушливый дым становится все плотнее и проникает повсюду. Смог стал настолько густым, что, по рассказам, ничего не было видно уже в радиусе 30 сантиметров. В подобных условиях человек быстро теряет ориентацию. Зрение становится бесполезным, приходится полагаться лишь на слух. Однако худшее впереди. Смог оказался крайне ядовитым. С каждым вдохом внутри организма проникали отравляющие вещества, поражающие наиболее уязвимые ткани. Вскоре это начинает сказываться на здоровье людей. В те дни аптекарь Розмари Айронс не знала отдыха. Тогда приходило раза в три больше людей, чем обычно. Возьмите. Город в буквальном смысле задыхался. Этот новый странный смог оказался губительным. Всего хорошего. В пятницу, 29 октября 1948 года, почти через три дня после появления смога, горожане, не слегшие в постель, принимают участие в параде в честь Хэллоуина. Традиционный праздник проходит по плану. Большинство жителей отправились на парад. Я не видел людей на другой стороне Макеяна-Веню. А эту улицу широко не назовешь. Вот таким плотным был смог. По улице идут дети, а в домах неподалеку многие находятся на волоске от смерти. Большинство, как моя мама, как ни в чем не бывало, отправились на праздник. Однако по городу поползло беспокойство. Некоторые люди, никогда раньше не болевшие, стали сильно кашлять. Жители со слабым здоровьем оказались на краю могилы. Токсичный смог начинает всерьез угрожать жизням населения Доноры. Однако его причина по-прежнему остается тайной. Людям еще предстоит узнать, что виной всему погода. В 1948 году удушающий смог окутал американский город Донора. Целых четыре дня он оказывал пагубное влияние на здоровье жителей города. Казалось, какая-то невидимая сила не дает ему рассеяться. Этой силой была погода. В октябре 1948 года над Донорой и западной Пенсильванией сформировалась область высокого атмосферного давления. В других частях страны сохранялась обычная погода. Однако в той долине стоял полный штиль. Не было ни дождя, ни ветра. Ничто не тревожило холодный дымный воздух. Необычные погодные условия заключаются в полном штиле. Почти ничего не происходило. Над городом висел один и тот же воздух, впитывая все больше и больше вредных веществ. Высокое атмосферное давление вызывает опасный метеорологический эффект. Теплый воздух, находящийся внизу, поднимается и начинает нагревать верхние слои. Если высокое давление сохраняется, происходит сдвиг, и верхний слой становится теплее нижнего. Это называется инверсией температуры. В Доноре теплый воздух сыграл роль крышки, которая не давала смогу выветриваться из долины. Эксперт по спецэффектам Дэвид Вудс воспроизводит действие температурной инверсии, используя макет долины и генератор дыма. Это модель Доноры, города, лежащего в долине с крутыми склонами. Как видите, большую часть дыма уносит ветер, так и должно быть. Эта крышка играет роль слоя теплого воздуха, который сформировался над долиной. Время идет, а токсичный смог никак не рассеивается. Он растет все плотнее, укрывая город. В субботу дело принимает серьезный оборот. Молодая телефонистка Элис Юриняк идет на работу, с трудом пробираясь сквозь туман. Я позвонила в дверь, и мне открыла коллега. Она сказала, давай быстрее, беги к аппарату. Там люди умирают. Телефон врача начинает непрестанно звонить. Добрый день. И вскоре мы поняли, что-то здесь не так. Службы скорой помощи не успевают реагировать на звонки. Больницы переполнены. Люди начали умирать. Они задыхались, как будто пытались дышать через соломинку. Неважно, как глубоко ты вдыхаешь, легкие все равно не наполняются воздухом. К концу дня количество жертв достигло 18 человек. Заболели несколько сотен. Местный врач Уильям Ронгас знает, что во всем виноваты заводы. Он предупреждает жителей Доноры. Он сказал, уезжайте из города, и как можно скорее. Бегите. Владельцы фабрика отрицают свою вину, но в конце концов соглашаются снизить темпы производства. Однако, не их действия спасут жителей Доноры. В воскресенье, 31 октября, облегчение приносит погода. Сюда пришел фронт, и начался дождь. Поднялся ветер, наконец восстановился нормальный атмосферный цикл. Смог рассеялся. Его последствия шокируют. Погибли 20 человек. 6 тысяч сломлены болезнью. Через несколько дней рабочие возвращаются на заводы. Однако, люди так и не узнали ответ на вопрос, что именно убило столько горожан. Некоторые предпочли замалчивать ситуацию. Много лет тайна 20 смертей в городке Донора в 1948 году оставалась нераскрытой. Девра Дэвис не один год расследовала трагедию. Она уверена, что ответ найден. На всей территории долины, где стояло множество заводов, установилась температурная инверсия. Однако люди погибли лишь в Доноре. Почему именно в ней? Столепрокатные фабрики и коксовые печи расположены по всей долине. Однако лишь в Доноре есть огромный цинковый завод. Гордость города. Для производства цинка необходим втористый кальций, который смешивается с песком. Эта смесь выделяет химически активный втористый газ. Подобно химическому оружию Первой мировой, он проникает в верхние дыхательные пути, поражая легкие и вызывая процесс нагноения. Именно это было обнаружено при вскрытии многих тел. Начинается расследование причин трагедии. Однако местные власти не желают возлагать вину на предприятии, опасаясь экономического спада. Вместо этого они приходят к выводу, что причина смертей – божья воля. В результате мир не получает ценного урока о загрязнении окружающей среды. Через четыре года, в 1952-м, это приведет к катастрофическим последствиям, когда такие же погодные условия сложатся в британской столице – Лондоне. Английский метеоролог Томаш Шаффернейкер занимается изучением того события. Отсюда открывается один из лучших видов на Лондон. Хорошо виден Вестминстерский дворец, Биг Бен, а за ним электростанция Баттерси – огромный символ индустриальной эпохи. Сейчас мы можем хорошо рассмотреть город. Однако каких-то полвека назад все было совершенно иначе. Тогда заводские эпичные трубы наполняли лондонский воздух удушливым дымом. Смешиваясь с туманом стемзы, сажа превращала его в плотный смог. Это явление очень хорошо помнит лондонец Дон Кумб. Страна восстанавливалась после войны. Трубы непрестанно дымили. Жить здесь было не так-то весело. 5 декабря 1952 года над Лондоном устанавливается область высокого атмосферного давления. Город окутывает холодный, сухой и неподвижный воздух. Создаются те же условия, что и в Доноре в 1948. Все равно, что накрыться Лондон крышкой. Дым фабрик и печных труб концентрировался, создавая густой, маслянистый, удушливый смог. Ничего не было видно. За нами колонна Нельсона. Она вздымается высоко над головами, но в те дни мы не видели даже ее основания. Такого врагу не пожелаешь. Плохая видимость не единственная проблема. Двуоки серы, выделяемые при горении угля, вступают в реакцию с каплями воды в воздухе, превращаясь в серную кислоту. За неделю в воздух было выброшено 800 тонн отравляющих веществ. Это было ужасно. Привкус серы во рту, осадок на коже. Люди думали, что погибнут. Серная кислота – одно из самых химически активных и разрушающих веществ. Концентрированная кислота с легкостью уничтожает органические материалы. Например, эту губку. Конечно, в смоге ее было существенно меньше, и она действовала не так разрушительно. Но у людей возникало сильное раздражение и серьезные проблемы с дыхательными путями. На пятый день безветренной погоды великий смог уносит первые жизни. Число погибших быстро растет. К концу недели оно достигает 4 тысяч. В течение следующего года погибнут еще 12 тысяч человек. Катастрофу такого масштаба просто нельзя проигнорировать. На этот раз смог-убийца навсегда изменит наше отношение к окружающей среде. В декабре 1952 года удушливый смог окутал Лондон. Это стало настоящей катастрофой. Закрылись школы, встал городской транспорт, прекратил работу аэропорт. Жизнь в Лондоне замерла. Столица оказалась в самом центре экологической катастрофы, устроенной человеком. Всего за неделю погибло 4 тысячи человек. Произошедшее очень напоминало трагедию американского городка Донора. Тогда умерли 20 человек. Лондонская катастрофа привлекла внимание к событию 48-го года. Во тьме вспыхнул проблеск надежды. Это событие получило широкую огласку на всей территории США. Все благодаря журналистам, радио и газетам. Вскоре повсюду стали задумываться о страшных последствиях смога. Если такая концентрация химикатов могла за столь короткий период убить здоровых людей, то как же в течение всей жизни влияет на наше здоровье более сильное загрязнение? Люди в прямом смысле умирали. Трагедии Доноры и Лондона заставили власти действовать. В 1955 году Конгресс США издал закон о контроле загрязнения воздуха. Через год в Британии вышел акт о чистом воздухе. В связи с этим возникла совершенно новая сфера науки, изучающая загрязнение окружающей среды. Сегодня это благородное дело продолжают такие специалисты, как Нил Донахью. Карта включена? Да, все готово. Хорошо. Он путешествует по окрестностям Питтсбурга в передвижной лаборатории. Цель команды ученых – создать точные карты с обозначенным уровнем загрязнения. Завершив работу над созданием карт, мы надеемся пробиться к политикам и выяснить, можно ли устранить источник того или иного загрязнения. Хотя городской воздух все еще нельзя назвать чистым, сейчас уровень загрязнения в 80 раз ниже, чем в 48-м году. Мы определенно извлекли урок из этой страшной трагедии. Люди погибли не зря. Мы поняли, что с загрязнением воздуха нужно как-то бороться. Ценой прогресса был не только дым. Мой дедушка повторял, что дым пахнет деньгами. Оказалось, этот запах смертельно опасен. Погода, ставшая причиной катастроф в двух промышленных центрах, обеспечила более чистое будущее для всего мира. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media в 2013 году. Перевод Алисы Хазиной. Текст читал Роман Антонович.